И всем привет, ребят, с вами Сорваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре то самое устройство, которое я столь долго не мог никак выбить из наших контейнеров, которое мне не падало и которое, на моё удивление, оказалось последним устройством, которое мне упало из обычных контов, если не считать те конты, которые у нас добавились и видоизменились, которые сейчас добавили уже устройство на Жигу и устройство на Скорпиона, то полноценно в золотом свечении это было последнее устройство, которое я, если честно, уже давным-давно хотел получить на свой аккаунт, но мета у нас уже поменялась, но я думаю, что это устройство всё так же будет актуально и интересно, мне очень сильно хотелось бы посмотреть сегодня в рамках видоса, на что способен магнетрон, именно это устройство на Твинс являлось лучшим устройством на эту пушку на протяжении довольно длительного периода времени, и сегодня мы попробуем убедиться в этом, либо разочароваться в этом, скатаем мы сегодня на таких корпусах, как Хантер, и я думаю, что ещё в моменте с Хантера переоденемся на паладина, потому что на паладине у меня будет Эмми от Твинса, пробитие от моего паладина, и, соответственно, у меня будет несколько статус-эффектов, это даже против иммунок будет работать в любом случае, да, если там у противника будет иммунка от Эмми, я его буду паладина овердрайвом пробивать и уничтожать, если будет наоборот, да, то есть иммунитет от пробития, то я Твинсом буду его раздамаживать и сливать. Ну и, что касаемо дрона, наверное, лучше для такой комбинации, лучше взять Ловкач, а не Гиперион, да, потому что на Твинсе в моменте ты, ну, долго жить не будешь, а вот скорость этому вооружению точно поможет, поэтому давайте возьмем Ловкача, порезам, у меня все так же Дефолт, Рикошет, Гром и Скорпион, ну и пикаем быстрый бой, что даст нам матчмейкинг, в том мы сегодня вместе с вами и сыграем, по сути выбирать особо ничего мы не будем, и сразу же пикаемся в катку и надеемся на то, что нас закинет мне на супер большую карту. Если это будет быстрый бой, то как раз таки мы сыграем одну катку и во второй я смогу уже сыграть на паладине, если же сейчас эта каточка у нас затянется, то тогда может быть где-то в середине ее я переоденусь. Так, ну и смотрим, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, каждым критом, да, я так понимаю, каждым критом, плюс флэш какой у этого устройства, офигеть, так это до сих пор имба, это до сих пор имба, на которой никто не катает уже, правда, но по ощущениям это все так же очень сильное устройство, которое будет делать грязюлечку. Так, я смотрю, что у нас тут хиги запикался, не знаю, с кем он играет, соло или вместе с кем-то, уже здоровается, так, давайте попробуем пока что на врывчике сыграть. Ну то, что расходка улетает с каждого крита, ну это просто кайф, ну вот я всегда радовался очень сильно этому устройству, особенно в то время, когда еще, когда еще это устройство давало не одну секунду кулдауна расходки, а когда там было чуточку больше, да, это еще жестче работало, это еще было актуальней. Но сейчас, даже с учетом того, что, ну грубо говоря, оно занерплено, оно все равно находится в очень неплохих кондициях. Только главное смотреть, есть ли у противника иммунитеты от этого устройства, если есть иммунитеты, то тогда уже лучше бить другие танки. Так, пока что мы никак не можем увести, хотя в рамках CTF я считаю, что у нас реализация этой комбинации точно должна быть. Так, мне расходку отключает Гаусс, ладно, ничего страшного, можем и мы в принципе иммунитетик поменять, если в этом будет необходимость, если оно так нужно будет. Так, и меня молот уничтожает, что у них по пушкам как-то очень интересно все, да, так, два молота я вижу, я вижу два грома, три молота. Три молота, два грома, рельса, Тесла, шафт с лечением, ну шафт с лечением нет смысла брать рез, вот от молота точно можно здесь взять резист. И что там еще из интересного, Тесла, ну Тесла тоже такое себе брать. Так, у меня сейчас будет уже оверка, давайте попробуем заехать отсюда, попробуем сейчас залететь. Ой, шарик по респу, а это под него можно и сыграть, если честно. Под него, конечно, нужно даже играть. Под него играем. Клдаун у меня пока что имеется, пробуем вытянуть на центр, хики на страховочке. Первое увоз есть. Это комбинация, на которую как раз таки вот увозить такие флаги, мечи, ну это приятная вещь, это реально приятная вещь. Так, аптечка дроповая. Лишней тоже здесь она не будет для меня. Заберем ее, так, и у нас уже по праву наш тиммейт пытается увозить. Отличный, овердрайв вжимаем. Ай, возвратик все равно произошел, я вот думал я успел. Чуть-чуть не успел, все равно, к сожалению. Так, ну и пробуем здесь еще на врывчике. Я думаю, что если играть командой, то это устройство, как и раньше, будет актуально. Е-мое, там 3 или 4 крита подряд у меня вылетело. То есть, грубо говоря, если у противника нет иммунки от Эмми, то есть я сейчас его там 3 или 4 раза подряд посадил на кулдаун, и он даже если бы прожимал бы расходку после этого, он бы все равно бы улетал бы в опять пулдаун, и опять у него не было бы и этой расходки. Но это круто, это очень круто. Ладно, давайте пробуем сейчас газануть ближе к базе противника и попробуем... О, там миночки уже, ладно. Давайте объедем вот здесь тогда, если он там мины поставил. Здесь-то... Ага, иммунка у него, да? Да, у него иммуночка от Эмми. Так, давайте поменяем все-таки хотя бы рез. Сейчас я скорпионов у них не видел. Я вижу Тесла, которая мне прям очень сильно бесит. И там были громы, да? Один вроде гром был, но в принципе, даже если один гром, то все равно резист мы от него будем иметь. Это уже неплохо. Так, пробуем. Ой, как хорошо. Ну расходочка. Ну расходочка-то улетает! Шикарно просто. Ну шикарно. Вот такие устройства мне хотелось видеть еще в старой мете. Сейчас у нас все-таки в новой мете уже есть большое количество разных пушек, которые, ну прям, прям очень хорошо сбалансированы, да? Их хорошо нагибают, да? И... Твинс уже этот смотрится, ну, чуточку похуже, да? То есть если просто как бы саму пушку брать, да? То есть она сама похуже. Устройство-то это, безусловно, суперсильное. А вот пушка, она уже в не такой жесткой мете, потому что появились уже другие вооружения, которые находятся в хорошем балансе. И поэтому, когда я очень сильно хотел это устройство получить на свой аккаунт, пока его еще не было, грубо говоря, у большого количества игроков, и когда оно было очень сильно актуально, оно мне не падало. Ну вообще не падало. Ну просто, от слова совсем не падало. Никаким образом оно мне не могло дропнуть. А сейчас оно уже и, как вы видите, эта пушка уже не является той пушкой, которая была раньше. Хотя я думаю, что все равно, если играть командами, то этот твинс даже сейчас будет актуален и будет хорошо надамаживать противника. Так, у нас тут какая-то суета. Какая-то суетулечка. Ой-ой-ой, давайте вот такой вот. Ой-ой-ой, заряженный, заряженный овердрайвик. Так там, ай-яй-яй, не успел я добить того молодого. А, он возврат все равно оформил. Ну ладно, ничего страшного. Но овердрайв там можно было дать еще больше танков, если бы нулевого урона, конечно же, у нас не было. А то эти нулевые уроны, это просто ужас. Когда ты еще влетаешь на таком хантере, вжимаешь овердрайв, когда можно застопить там 5-6 танков, а ты стопишь просто 2 из-за того, что по всем остальным нулевый урончик срабатывает. Так, еще и по флагу промазал. К сожалению. Так, ну пока что у меня 300 чечей. Если сравнивать со Скорпионом, то, ну вот Хитти на Скорпионе тут уже 35 кило удал, да. То есть, ну вы чувствуете разницу, да. Ну, больше, конечно, он играет на киллы, и он плюс, как бы, на домашку без особого акцента на увоз, да. То есть, чисто на бабловик играет, на максимальный. Я все-таки сплоняюсь на таком вооружении к тому, что мне нужно реализовывать именно увозы. Увозы, блин. Что-то какая-то куча мала происходит. Благо мы вылетаем с этой кучи малы. И доставочку четвертого флага оформляем. Так, у нас остается еще целых 8 минут до конца. Поэтому было бы шикарно, если бы мы сейчас быстренько эту катку уже завершили, и перешли бы к следующему бою, где я уже паладинчиком бы оформил. Но если противник будет сейчас плотно дэпить, тогда мы переоденемся на паладина, потому что с паладином в ТТФ и в регби все равно эта комбинация будет сильнее за счет того, что паладин имеет, ну, шикарнейший овер под увозы, под сейф тиммейтов, под, ну, под все, да. То есть, и самое главное, самое главное, вы не забывайте, что у этого устройства есть сплэш урон, и близко подъезжать не рекомендуется к противнику, да. То есть, вы должны какую-то хотя бы дистанцию держать. Так, овердрайв на один танк, это я умею, но это могла быть попытка увоза. К сожалению, она не реализовалась, но чуть-чуть не хватило просто. 540 очков, 7 минут до конца. Давайте пару-тройку заходов делаем, если не получается, то тогда тут уже переодеваемся на паладина, и уже эту каточку будем доигрывать на корпусе паладин. Так, ну, сплэш очень вкусный, если честно. Еще бы трупов бы не было, было бы вообще шикарно. И выжимает у меня овердрайв. Вражеский арест с 3000 гсом. Блин, нормальный, нормальный гсик, так чисто. 3000. Контент? Контент 100%, 100% в контенте. 100% на командоре иметь 3000 гс. Я не знаю, честно, как так игроки прокачиваются, но что имеем, то имеем. Отвинца резов в матчмейкинге нет. Это тоже очень приятный бонус, когда ты можешь взять комбинацию и нормально на ней навалить по безрезу. Это очень круто. Так, пробуем забрать еще вот этого. Блин, кстати, только переоделся относительно недавно. Снял рез от скорпиона, так сразу скорпион появился. Ну, вот так всегда и получается. 6 минут до конца. Все, походу уже пора переодеваться. Походу уже пора переодеваться. Возьмем сейчас паладинуса и будем пытаться... О, наш тиммейт увозит. Страховочку. Страховочку. Страховочка это мое второе имя. Так, страховочка работает. Противник пытается увозить направо. Пробуем ему сразу... Ай-яй-яй, расходочку отключить. Но не отключается, крита нету. Ладно. Наши тиммейты дорабатывают. Возвратик. Возвратус. Возвратус. Хорошо. Пятерочка есть. Контактик. Ну и теперь можно реализовать мой... Еще один овердрайв. И уже идти переодеваться. Так, вот так вот делаем. Бах! Красиво. На врывчике. Ну и теперь где-то здесь должны быть миночки. А, нету. Ну ладно, тогда шахта быстренько еще набреем. Хорошо. Тут стоит такой вкусный, что-то ждет. Давайте-ка мы ему еще тоже поднакидаем. Ой, расходочка улетела, да? У викинга. Ладно. Так, и теперь мы берем паладинчик. Вот его бы овердрайв бы. Я бы сейчас хотел бы быстренько получить. И под овердрайв сыграть грамотно. Это было бы шикарно. Сразу вы бы заметили разницу паладина и хантера, да? Хантер как бы мне тоже нравится, да? То есть за счет своей оверки можно нормально противников уничтожить. Но паладин для таких вооружений все равно является более актуальным, да? Более метовым. Пробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Овердрайв от рельсы, конечно, неприятно, если честно, залетел. Хотел сказать, что пробуем так, чуть-чуть аккуратненько подамажить. И тут бээээ, овердрайв залетает. И все, я ничего не успеваю сделать. Ой. Этимайкл. Чуть-чуть. Чуть-чуть под... Подплохело чуть-чуть, когда я на него напрыгнул. Но это было случайно, если честно. Я не специально. Не специально такими вещами занимаюсь. Так, пробуем чуть посейвить. Таким, мы уже 6-0 ведем. Чуть-чуть сейва дадим. Ой, шар шикарный, блин. Ну, это просто у нас какой-то гений на шарик. Так, и у нас, походу, у вас, да, тиммейтов есть. Есть у нас увозчик. Есть контактичек, да? Но если мы доставляем, то идем пикать еще одну катку. Пикнем еще один бой по-быстрому. В надежде, что нас запикает на какую-то небольшую карту. И мы сыграем еще один боечек. Ну, на паладинчике должно быть пободрее. Должно быть поинтересней. Только резисты надо было поменять обратно. А то сейчас скорпиончик мой не сработает. Меня уже, походу, куда-то закинуло. Не знаю, что за прикол. Как я зашел в гараж, если меня уже вроде как кинуло в бой. Что-то какой-то бред произошел. А, меня остановился бой. Чего? Я ничего не понял. Что за прикол? Меня пикнуло или не пикнуло? По идее, меня должно было пикнуть. Давайте мы обновимся. По-быстрому. Потому что я должен был запикаться в бой. Потому что я нажал гараж уже после того, как кнопка пика боя пошла. Значит, я уже должен быть в бою. Я должен быть в бою. Бывают иногда такие ошибочки. Срабатывают неприятные. Но в любом случае, можно всегда обновиться. Обновиться и вернуться. Ой-ой-ой. Куда? Какая карта? Ептить. Да не, не, не. Ребят, я думаю, что это явно не тот режим, где мы будем паладина нашего винца реализовывать. Поэтому давайте мы еще разочек Бой на пик дадим Чтобы она запикила какую-нибудь еще ТТФ или регби Но осада это явно не тот режим В котором я бы мог бы что-то сделать На такой замечательной комбинации Поэтому давайте лучше перепикнем Перепикнем В надежде что это будет что-то хорошее Под паладин от венца О, хорош! Вот это контактик Вот это уже прям бодренько Это прям очень хорошая карта И резист тоже от венца Есть у противника Ну ладно, давайте все равно пробовать Давайте пробовать Реализовывать нашу комбинацию Также делаем акцент конечно же на дроповый Овердрайв За счет дропа овердрайва у нас может быть легкий Плюс доставки Потому что здесь паладин под оверкой Ну это уже Уже где-то 70% успеха На таких картах Особенно если противник Особо сильно не дефает Да, то есть где-то что-то так В средней линии катается Вы можете разбирать противника И сверху еще увозы творить То есть все может у вас реализовываться Очень жестко Так, и надо сразу посмотреть Что по резисту То, что я вот переоделся Это плохо В той катке Потому что резы я взял Для такого уже боя Плоховатый Так, и выпадает овердрайв На центре Быстренько сейчас мы контролим Овердрайв Кстати, количество критов Довольно хорошее Раньше, мне кажется Как будто критов этих на твинсе Было меньше Если вы играли на этом твинсе То напишите, пожалуйста Раньше было меньше критов Или раньше было примерно Такое же количество критов Так, ну и пытаемся Сразу увозить Сразу Значит, вот так вот урона Много может залетать Ну ладно Хорошо Хорошо Окей Услышал Услышал Ладно Тогда давайте пробовать Врываться еще разочек Только уже без имеющегося овердрайва И страховочку тиммейту Страховочку тиммейту Конечно Страховочка Конечно Страховочка Расходочка вылетает Страховочка есть Доставочка Но должна быть Должна быть До конца ехать не буду Все равно там нормально У него все должно было получаться Так Пробуем сразу по твинцу О, по изъеде отработать У изъеды, кстати Иммунка И с этой иммункой Он здесь выживает Лишь у двух противников Есть иммунка от Эмми Кстати Насчет иммунок Если раньше Когда этот твинс Был еще более метовым Я всегда Просто на постоянной основе Использовал иммунитет От Эмми Потому что тогда Эмми было Ну супер метовым Да То сейчас Как раз таки Большинство игроков В матчмейкинге Уже используют Иммунитет Не от Эмми А иммунитет Как раз таки От пробития И за счет того И за счет того Что они используют Иммунку от пробития Этот твинс Будет работать Только и только лучше Нифига себе Хорош Чел играет на механике Чисто мне аптечку Контентовую Раздал Вот это было С уважением Если честно С уважением Так 2-0 2-0 у нас 2-0 Тиммейт Тиммейт Противник Пытается увозить У нас 85% Овердайва Тиммейт тоже Кстати Пытается увозить Так Тиммейт На страховочку Делаем Конечно Шарик Чуть-чуть Стрейфа вбок Чтобы меня не набрил Так И теперь На возвращении Блин Может слить меня Если честно Ой-ой-ой Хорошо Расходочку Отключаем Но я на 0 Я на 0 Надо чтобы возвратик был Есть Контактичек Супер 3-0 Бодрим 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 Давайте на него Сразу агрессивно Агрессивненько Влетаем Так Чуть-чуть Тут моя Кабиночка Чуть-чуть На разворотике Уже работает Хоп-хоп-хоп Давайте Оп-оп-оп Расходочку Блин У него иммунка Да Иммунитет Обидно Когда так Иммунитетик Появляется У противника Так И наши Доставляют Уже Четвертый Флаг Ну все Тут походу Походу Развалисимус Сработал Наш Уже Запикался План Теговец И Увозит Еще один Флаг Это уже Пятый То есть Это уже Быстрая Супер Досрочка У нас Получается Скидочка Какая-то Или его Слили Слили На доставке Доставка Будо Будо Ну ставим Или как Алло Что они делают Ну боже Ну я бы Еще один Флаг Увез Скидывает Флаг Под того Кто привез Флаг Ну это Гениальные Мувы Игроков В матчмейкинге Ну как бы Справедливо Базару нет Когда Не ты Привез Флаг А привез Другой Игрок Но В моем Случае Надо было Чтоб это Все было Побыстрее Но вообще Этот молодой Человек Очень молодец То есть Он Раздает Аптечки Тиммейтам На механике А это Дорогого Стоит Это прям Очень похвально Я думаю Что даже Под это Я сыграю В него А Даже он Не хочет увозить Даже Офигеть Я думал Он хотя бы Увозить будет Он даже Увозить не собирается Ну и все Вот так вот На паладинчике В легкую Вы можете Всегда доставлять Да То есть Регби ЦТФ Штурм За атаку Везде Я думаю Что паладин Будет работать И с твинцом У вас открываются Две сразу Комбины Вместе И в целом Вы получаете Очень приятный Результат Поэтому Если вы Любитель этой пушки И у вас Есть выбор Между устройствами И вы думаете Какое устройство Является лучшим На сегодняшний день Я со стопроцентной Уверенностью Я могу сказать Что устройство С магнитроном Это лучшее устройство Для пушки Твинс Как-то так Поддерживайте Видос лайком Если он вам понравился Не забывайте Также подписываться На канал Если вы еще Вдруг не подписаны Нажимать на колокольчик Дабы не пропускать Новые видеоролики Также Не забывайте Присоединяться В нашу группочку Ну даже Не группу А сервер Сервер в дискорде В описании Ссылочка на него Есть Я крайне редко Про него говорю Но Для активности Для того Чтобы не пропускать Все оповещения Потому что У ютуба бывает Там что-то придет Что-то не придет Туда вы можете Спокойно Перейти Залогиниться И оповещалочки Все Не пропускать Ни на видосы Ни на стримы Ну и конечно же Не забывайте Про тег создателя контента Который находится В настройках игры В аккаунте Кему лично Это тег тимп Установите его Поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов И На 20 тысяч танкоинов Уже С сегодняшнего дня Стартовал У нас Полноценный Новый Розыгрыш Поэтому Принимайте Обязательно участие Но у меня на этом Все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok